Еду в Крым на родину Ногаев, куда поехать. Я написал, слушай, родину Ногаев, я тебе покажу, куда поехать. Мимо не проезжай, да? Нет, я поехал, вот их забрал в Гурзуфу, привез, сказал, я не знаю про Бак-Сара, ничего, обязательно, вот сюда мы должны приехать, я посмотрел. Крымская степь, она очень важна на самом деле. И мы, крымские татары, очень разные внутри самого Крыма. Такова природа Крыма, и субтропики, и море, и лес, и горы, и такие же мы. У нас разный диалект, и формирование нас как народа вообще закончилось в 44-м году, когда всех скопом выслали в одни селы, в одни деревни. И таты, и ногаи, которые по-разному разговаривают нас. У нас само название таты и ногаи, мы не ногаи, как те, которые мы все-таки отличаемся немножечко, но мы здесь внутри тоже делимся на Яла Бойле, это те, кто вдоль моря живет, на Татов, это горная часть, большая часть Бахчисарай, и ногаи, это вот такая вот стекная часть Крыма. И она тоже очень делится. Если взять Керчи, если взять Кезлев и Евпаторию, то типаж даже разный. Керчи – это немножечко более смуклые, более раскосые глаза. Вот мы, например, с сестренкой, наш отец отсюда родом, мы вот степные, по отцу ногаи, можно сказать, ну не можно сказать, ногаи, мама симферопольская, она нам все время любила, нам таты ногаи, говорят, ногаи таты татары. Вот. И поэтому мы сейчас уже целые несколько поколений детей, которые носят литей и другие. Почему? Потому что исторически браки были почти невозможны. В горы – это было очень далеко. Проще было на галерах из Турции привезти дрова, чем из судака привезти, допустим, на Валах или на чем-то. И поэтому на протяжении веков и веков, как только приходил неприятель, все уходили в горы, там немножечко ассимилируясь, спускались другими. Есть разные этносы, и есть люди, которые собраны из двух-трех этносов. Ну, славяне, например, да. Наша история в этом плане сложнее, ну, можно сказать, и богаче. Мы созданы из 32 народов на протяжении, хотя наш основной и мощный корень – это копчаки. Но если брать южнобережных крымских татар, в этногенезии участвуют и греки, и турки отчасти там. Если брать ближе к судаку, итальянские вкрапления, немецкие. У нас есть у судакских крымских татар в диалекте старонемецкие слова, которые они считают татарскими, а они, оказывается, немецкие. А вот степная часть Крыма – это всё-таки большая часть, если брать в процентном соотношении, – это восток. И религия по Крыму распространялась отсюда. В определённый период, а формирование нас как народа шло с 4 по 16 век, все, кто принимали ислам, становились татарами, именовались татарами. То есть татарами мы стали по признаку религии и языку. Принимали язык, принимали веру, разнодиалектно, это и уже татарно. Потому что Крым сам делился ещё и на крестьян, которые очень пострадали. Почему? Потому что когда Российская империя захватывает Крым, она понимает, что крестьяне очень мусульманизированы, они очень похожи на своих соседей. И она понимает, что престолы императрицы они нести не могут. И тогда выносится указ «Соизволение освобождения крестьян». Их всех собирают, читают и вывозят в Мариупольские степи, дабы спасти от мусульман. И вот это под Донецком. Сартана, они увозят с собой название сёл. И последние крымские татары, которые из крестьянства переход в ислам, это те люди, которые не захотели покинуть свою родину и приняли ислам просто, чтобы сказать, что мы татары, чтобы остаться здесь. Есть несколько крупных селений у нас, которые последними стали мусульманами, приняли мусульманство. Но с XVI века мы один народ, с одним языком, с одной верой, когда многие там, да какие вы там, вот вы Гаспринского, а Гаспринский то Гаспринский. Мы такие, какие мы есть. Мы вот эта вот мозаика собранная, но мы уже имеем свой цвет и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И нас, крымских татар, к сожалению, не так много. А это сожаление, это потому что история. У нас есть один поэт, который писал в переводе на русский язык такие слова, что даже если воды Чёрного моря могли превратиться в чернила, даже их не хватило бы описать в горе стима его народа. Потому что у нас было семь исходов. Потому что, ну, это, знаете, Крым как красивая девушка. Каждый хочет её обладать, но не каждый её любит. Крым же красивый. И вот эти потоки, и вот это вот яблоко раздора. Вот. Ну... И вот 50 лет на чужбине, и вы знаете, вот как птицы летят к своим истокам по непонятным причинам, так и мы возвращались сюда. И я, знаете, недавно себя поймала на мысли такой, что мы татары очень не морские. Когда говорят, Крым для нас это земля, вообще не море. Ну не море, ну земля. Ну, а если исторически глубже брать, то метрополии, всегда греки захватывали метрополию, побережье. А римляне шли в центр. И поэтому вот эти греческие поселения с греческими названиями, но если брать этот город конкретно, его основ... Ну, есть сведения о том, что есть здесь греческое поселение Киркенити, да, а потом 500 лет ничего ровного нету здесь, и через 500 лет появляется город, который строит стекняки. И он называется Кезлев, потому что у нас в стеклом диалекте крымского тарского языка буква «Г» отсутствует. Турки бы назвали его Гезлев, а мы его называем Кезлев. У нас такой язык, как Одесса, Одесса. Одесситы её называют, Одесса. Вот. И наши предки назвали этот город Кезлевом, и когда я сюда приехала, мы начали там более или не более делать то, что делаем. Говорили, что это город, где были юрты, и сверху было там отверстие, и издалека видели это отверстие, и говорили «глазастый дом». Ну, мне-то кажется, что это выдумки. Почему? Потому что такие дома не могли видеть издалека. У нас появились другие две версии. Но они тоже не претендуют на истину, это просто опираясь на наш язык и на то, что говорят наши старики. По одной версии Кезли-Эф. Кезли-Эф это? Кезли-Эф, спрятанный дом. Эф, да, эф. Кезли-Эф, да, спрятанный. И мы предполагаем, что, возможно, здесь была когда-то киканитет, но за годы-годы эти дома были засыпаны песком, и город построили рядом со спрятанными домами. А другая версия Кезли-Эф – «глаз-город». И мы думаем, что не потому, что эти дома были видны издалека, а потому, что... Глаз-смотрящий, да? А потому, что впервые здесь начались строить дома из двух-трех комнат. У нас сегодня, например, мы с Лемаром встретились бы, и он, захотев узнать, сколько комнат в моем доме, сказал бы «хач козли-эф нба». Сколько глаз у твоего дома, сколько комнат. И этот город каменный был построен до того, как древенчатый Эрмитаж начинал складываться. То есть он более древний. И мы вот где-то в начале тысячи содействовали конференции, которая говорила о том, что этому городу две с половиной тысячи лет. Все с удивлением узнают, блин, это же старый город такой. Взяли это на вооружение, а позже начали старую часть города приводить в порядок. И мы, и нам сказали, «Слушайте, здесь где-то там вашего периода что-то было, хотите, возьмите там землю». Но это была такая малопроходимая часть города. И я смеялась и говорила, что там не каждая птица долетит до середины Днепра, и вообще сюда никто не доходил. Но с годами мы сделали это место ярким, знаковым. И теперь уже все, кто приезжает в город, обойти его не могут. И это единственная была возможность говорить о себе. Мы, конечно, в тот момент не закладывали эту идею, но когда уже все сформировалось, я считаю, что самое главное, если мы что-то сделали, что интересно всем, то самое главное, что мы сделали, это то, что, заходя сюда, вы увидите, вы услышите слова. Когда вы откроете меню, вы увидите наши слова, потому что мы сами уже плохо разгарим, это возможность вернуть. И когда наши экскурсоводы показывают что-то, нам не надо говорить, «Ей, это неправильно вы говорите», потому что информация, это очень важно. Мы просто даем ту информацию, которую мы знаем, и никто нам не правит диктовать, потому что это частный объект, когда мы говорим, ну, как мы знаем, да? Но знаем, понимаете, есть какие-то две... Я абсолютно убеждена, что есть одна вершина успеха, и к ней две дороги. Одна дорога – это любовь, а другая дорога – это знание. Поскольку знаний у нас особых не было, мы шли по дороге любви. Но нам просто хотелось прикоснуться к тому, что наши родители, предки делали. И начали просто черпать, искать в библиотеке, еще что-то, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Больше черпать. И успех был, потому что мы любили. Потому что мы любили свои корни, потому что нам важно было своим старикам что-то подарить. Потому что у нас, поколение наших родителей, у них была цель выжить просто. Просто выжить. Наша цель была нашего поколения. Просто переехать сюда у наших детей. Теперь у нас есть такая очень известная фраза «Дорт Базанкута Раджах». Четверо нас спасут. Мы сейчас везде пропагандируем, что в каждой семье должно быть четверо детей. Потому что иначе нам не воссоздаться никак. Ну, никак. Поэтому вот мы свою миссию выполнили. Теперь от детей требуем. Вот у меня четвертый внук недавно родился. Я сыну сказала, ты молодец вообще. У меня три сына, я говорю, ты улучшил нашу породу. Вообще такая миссия называется в туркеском языке, такое святое слово, как бы, долг, он аманат. Вы делаете то, что вы должны предкам, не в плане должны, а иметь аманат. Вернуть. Вернуть, да. То, что вы сейчас делаете, то, что Денмар рассказал, это очень, не знаю, это надо быть сильным человеком и свое время посвятить этому. Я знаете что, я сейчас постановлюсь здесь группу спустилась, мы поднимемся наверх, а потом спустимся с чувством, с толком, это сколько пусть никто не знает, попить кофе. Хорошо? А кофе пишите как-то? Тогда бегом несите. А потом все еще группа готовится. А там в три будет, а мы между ними пройдем и спокойно посмотрим, чтобы не с толком. Можете рассказать? Как это все дело? Это стены, это старые. Смотрите, на самом деле, когда мы взялись за это, вот вы знаете, есть какие-то вещи, вот вы сейчас сказали из этой же серии, есть какие-то вещи, которые, вот мне сейчас скажут, что это не мы делали. Мне кажется, что это была какая-то наша миссия, просто кому-то надо было сделать, родителям надо было нас родить, вселить любовь к этой родине, а мы просто отдали маленький кусочек того, что у нас было. Мы когда взялись за это, ну, это была малопроходимая часть города. Аманат – это священный долг. Вот долг, да. И вот это то же самое, то, что мы делали, это был наш долг просто. Может быть, не такой громкий, но в общем. И мы когда взялись, это был 2003 год, после вот этой конференции, нам говорят, ну, ну, возьмитесь. И нам дали здесь такой большой участок земли. И мы начали восстанавливать эти ворота. В 2003 мы начали восстановление. И здесь была мостовая вот на этом месте. А, ну, рядом стоял хлеб-завод, и мы знали, нам говорили, что вот стена хлеб-завода – это старые ворота, которые с 15 века стоят. мы наняли археолога, не только, может быть, любить родину, но и знать, что там. Мы его наняли, просто начали ему платить, он стал нашим большим другом, и начали изыскательские работы. И нашли первичный фундамент, вторичный, и начали долгих 4 года собирать старые камни, потому что по нашей религии можно было брать камни, нельзя было брать камни, естественно, из отхожих мест, из Мезар-Лах-Лардан, из этих кладбищ, из мельниц, как ни странно из мельниц. Почему? Потому что в мельнице всегда была, и хлеб в доме был всегда. Мы стали собирать старые камни, потому что они другие, у них другая энергетика, они по-другому скромник, другими пилами пилили. И город начал восстановление свое, а мы стали искупать старую брусчатку. Просто старую брусчатку, которая лет 100, которую они снимали, потому что там выполняли эти какие-то там водоводы, что-то, что-то, что-то меняли. И мы стали искупать эти камни, потому что, если бы эти камни умели говорить, они могли бы очень многое рассказать. Понятно, они не будут говорить, но нам было приятно собрать те камни, по которым ходили наши предки. Вот. И там, а потом нам пришел. И когда мы все это собрали, мы начали восстанавливать, а еще... Мы с вами сейчас находимся в Кезлееве, это город-крепость, которая была построена, началась ее строительство в 13 веке. И этот город-крепость вело пять ворот. Время все ворота разобрало, потому что один из указов Екатерины был соизволяющий разбираться старые страны. Им так потеряли свою историю. Вот. И поскольку мы знали, что здесь были ворота, мы начали собирать камни, одновременно старые, чтобы собрать эти ворота, и собирали брусчатку, которая должна была пройти здесь. Одно из этих ворота называется Одун-базар Хапеса, что, естественно, все, кто знает тюркский язык, переводить не надо, а кто не знает, ворота дровяного базара. Почему не золотые, или еще какие-то... Потому что дрова были в Крыму чрезвычайно дороги, их привозили на галерах из Турции, и только богатая семья могла себе позволить купить дрова. Берутся. О, вообще... Все? Все. Мы сейчас пьем кофе, идем туда, потом спускаются пить чай. Все, мне надо, чтобы кто-то включил нам. Берутся. У нас, знаете, у нас без кофе нельзя. У нас, как человек зашел в дом, я вам расскажу, почему для нас кофе. Блин. Первый раз такой кофе пил. Мы сами его жарим. Мы, знаете, мы очень глубоко в кофе, мы берем зеленый кофе. Мы сейчас... Мы когда вышли на фирму, которая торгует зеленым кофе, мы сказали, мы у вас опытом будем брать. И он сказал, сколько мы? Мы говорили, тонны. Они посмеялись над нами, они сказали, да у нас мелкий опыт идет от 25 тонн. Сейчас мы 25 тонн. Мы выбираем, потому что мы глубоко занимаемся. Кофе, банк, шарс. Когда у меня друзья приезжают, вот такие вот, акул-то, да? Я хочу кратко показать Крым. Это лучше не сделать, чем здесь. Вот здесь кофе попили, наверх, понимаете? Там так воссталось, что я так не рассказывал. Кофе, акул-то, да? Знаете почему? Жили люди бедно, но всегда у людей было очень высокое чувство собственного достоинства, и не хотелось, чтобы его жалели, этого человека. Мой отец говорит, что в годы Великой Отечественной войны за килограмм кофе давали пуд топленого масла, но кофе должен был быть. Его с ногутом, с горохом мешали, с чем угодно. Мы каждому человеку, который приходил, давали самое дорогое. Кофе был дорог всегда. Говорили, что не надо мне жилить, у меня кофе есть, я вас могу угостить. И поэтому, когда мы начали вот этим всем заниматься, и мы понимали, что в фортификационных сооружениях никогда не делали кофейную, мы решили вернуть. У нас слово коричневое в нашем языке звучит, как хаверенка, цвет кофе. Чайной ложки у нас нет, она называется хавехаш, кофейная ложка. Это невозможно придумать, это только годами накладывается, остается в языке. И ежечайная культура, мы очень кофейная культура, очень. У нас за день можно выпить 10 чашек кофе, 50 чашек кофе, если у меня гости. Ну, кофе должен быть. И мы уже кофеманы, я так чувствую, что я без кофе жить не могу. И поскольку это очень наше, мы решили начать его жарить. Сначала нам казалось, что мы пьем хороший кофе. Потом мы подумали, нет, кофе мы пьем плохой. Потом нам казалось, что мы хорошо жарим. Потом мы знали, что жарим мы не очень хорошо. Потом мы нашли дорогую фирму, которая торгует зеленым кофем, и которым мы не конкуренты, и которые могли нам сделать этот консалтинг. Мы дорого за него заплатили, уехали, получили консалтинг. Потом мы узнали, что в кофейном мире произошла революция, и молодой парень из Самары занял первое место по обжарке кофе в мире. А второе место занял Венесуэла, а третье – Япония. Мы его разыскали, пригласили к себе на три дня. Мы оплатили ему перелет, проживание, и гонорар, который он попросил. И он нас научил кофе жарить на уровне химии. Мы сейчас в день жарим где-то, ну, 100-150 килограмм в день, мы жарим кофе в день. Большей частью мы его используем здесь. Те, кто покупают, пьют, мы сами себе более дорогой кофе варим, чем мы могли бы у кого-то купить и варить. Но тогда мы можем контролировать его качество. И мы создали кофе-обжарочную компанию, дистрибьюторскую, дистрибьюторская ее двигает по Крыму. Умар знает, наверное, сеть заведений «Медоборы» наши. Мы вошли в «Медоборы», вошли в сеть ресторанов «Чайка» в Ялтце. Ну, да. «Хромхавеса» – это дистрибьюторская, а «Ховей» – это обжарочная. Ну, у вас «Львина»? Она молодец. И мы ее заинтересовали, взяли ее в эту компанию поглубже, сдав, если есть возможность, купить проценты, чтобы она двигала это, как делают для себя. Но я очень много вижу уже в городе, где на нас захожу, как-то в Санкт-Петербурге. А знаете, почему мы это сделали? В основе этого тоже «Льву». Еще один партнер добавится. Мы это сделали почему? Потому что у нас есть такое глубинное, еще неосуществимое желание, чтобы человек, который уезжал из Крыма, если он едет из южного берега Крыма, пусть он берет массандровское вину, но если он едет из Крыма, по-настоящему он должен брать кофе, и запах Крыма – это должен быть запах кофе, раз он так для нас значим. А для того, чтобы запахом Крыма был запах кофе, его надо хорошо жарить. И вот этот сахар вываривается. Пусть макают руками, пусть милки. Где-то в горах делают, где тербеют, там лезгины, те глубины. Они до сих пор варят, но мы делаем. Они всегда делаем. С детства я помню. Им придешь вот такой прозрачный какой-то лезгин. У нас мои тети, муж лезгин. А с кем у нас язык почти одинаковый на Кавказе? Кумыки. Кумок, Балкар, Карашай и Новань. Четыре народа. Карачаев тоже, да? Я его Карачаев-Черкесец. Кого не обидеть у кого-то. Ну, это основные, которые жители. Я не беру азербайджанцев, а именно Кавказ, если северокавказский федеральный округ, это балкарцы, карачаевцы, кумыки, нагайцы. Именно тюркоязычный, кирпчаковский язык называют это в Церкви. А негаузцы это же... Ну, они христиане. Я приятную. Они у кумыков тоже очень похожи. Хоть и христиане, но такой язык у них нет. Я служил в Одесской области очень много. Они знают, как наши южнебережники, так. Ну, я предлагаю подняться наверх, а потом спуститься плечать, хорошо? Мы сейчас спустимся, потому что потом будет экскурсия, и мы туда тогда не пройдем. Окей. Все, как это. Вот это вот, видите, остров Поробка. Это камни конца 15 века. Это город-крепость был, ворота выступали из-за стены. И вот в этих арках стояли пушки, и простреливали под стены. Сами стены были от 8 до 13 метров, и так легче их было охранять. Когда мы нашли это в культурный слой, а нам повезло, что хлебзавод был за ними, и они замуровали просто. Мы сделали биохимический анализ, который подтвердил их временную принадлежность к концу 15 века. И потом уже к ним, отступившись на 70 сантиметров, мы построили сами ворота. Нашли первичный фундамент, вторичный. Ворота горели в 1663 году, поэтому перестраивались. И ворота были достаточно высокие, 17 метров высоко. То мы начали их, мы сделали их на трех уровнях. Первый уровень сам раскоп, второй кофейня. Никогда в партификационных сооружениях не делали кофейню. Мы рискнули, потому что нам очень важно было тот продукт, который всегда должен ассоциироваться с Крымом, представить людям. Здесь мы сделали галерею, я назвала галерею любви. Это вернисажик. Картины продаются, третьи свободные. Свободные решки, видимо, картины недавно продались. Это очень известный, ну как был известный, мы способствовали его известности. Художник Ленор Делиляев, его называют еще крымским Мангогом. Такие очень мощные, хорошие мазки. И его прям, собратья под цеху его очень высоко ценят. И мы пойдем на третий этаж и увидим, каким город был 300 лет тому назад. Приглашаю вас туда. Здесь вы увидите те вещи, которые мы собираем. Не всем, потому что еще никто не знает. Вот Лемар Первый узнает. Нам удалось сделать приобретение редкостное. Редкостное совершенно. Мы приобрели два мужских воинских кушаха в периоды по плану Герая II, 1750 какой-то год. В целом виде, что вообще, ну, ни у кого не встречается. Ксеты, женщины, и мужчины курили женщины достаточно часто, потому что баб здесь делали. Мы приезжили. Ксей, от слова карман, 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 карман. Ну, здесь, мы спустимся еще посмотрим, да? Витражи мы делали, нам делали во Львове. И витраж, естественно, как везде в исламе не разрешался изображение людей и животных, считал, что если ты не можешь вдохнуть душу созданному тобой, даже не пытайся уподобиться Всевышнему. Поэтому мы и брали такие геометрические. Резьба по камню, вышивка по дереву, резьба по дереву. Это все. Вышивка такая, резьба по дереву, резьба по камню. Это очень такие распространенные у нас. Вот такие мастерства такое. И ремесленники очень часто. И мы взяли, а потом очень много узнавали об этом. Четырехугольник по исламу – это символ жизни. Жизнь четвертична. Четыре стороны света. Да, да. Четыре времени года. Два четырехугольника – это мужчина и женщина, от слияния которых рождается душа и уходит в мир. А два четырехугольника – это жизнь, в которой мы живем и в которую мы уйдем. Мы первыми, мы последние. Два четырехугольника, восьмигранник, на нем покоятся купала всех мечеть и всех церквей. И затылки считают, что душа, уходя в мир иной, уходит через эту геометрическую конфигурацию. Ну, это может быть фривольность какая-то, не исламская, но такая версия тоже есть. В Турции этот знак, говорят, сельдюкский. Да, может быть, мы же вообще-то больше сельдюк. И вот если взять степь вообще как таковую, на восемь опор всегда ставили юрту, никакой ветер ее не мог снести, если бы когда-то существовал, допустим, архитектурный логотип. Это самая лучшая ему может быть подсказка для архитектора. Ну, мы с вами идем в темноте, потому что мы увидим, как город просыпается. Медленно-медленно поставим аудиогид, он не очень большой, а потом побеседуем, дальше на стол. Медленно-медленно Добро пожаловать, уважаемые гости! Хошки это нас! Мы рады приветствовать вас в музее по двум базарах Апуса. В его основе один из крупнейших макетов, воссознающий средневековый кезлер. Такое название носил наш город во времена Крымского ханства. История Кезлева берет начало в конце XV века, когда во времена правления хана Менгликирая здесь возводится первоклассная крепость. Кезлев был одним из важнейших городов крымского ханства, уступающим по размерам лишь его столице – Бахчисарай. Крупный торговый и ремесленный центр с прекрасной давлением выполнял функции морских ворот государства, соединяя Крым с портами Черного и Средиземного морей. В конце XVI века город достигает такого расцвета, что один из ханов, Газей Ирай II, даже подумывал перенести сюда свою резиденцию и обустроить новую столицу. Крепость имела форму неправильного пятиугольника со всех сторон, окруженного стеной. Приморская часть была самозащищенной. Здесь располагалась цитадель Кезлева с наибольшим количеством пушек и турецким гарнизоном из трех тысяч воинов Яныча. Попасть в город можно было через пять ворот, каждая из которых имели свое название. В южной части находились из кириах Апуса портовые ворота. На западе Ахапуса – лошадиные ворота. С севера в город вели Ахмалахапуса – ворота белого муны. Далее по стене Топрахапуса – ворота пыльные или земляные. Главным ехтом Кезлев служили восточные ворота – Латунбазархапуса, что в переводе означает «ворота дровяного базара». На площади перед ними вплоть до конца XIX века торговали дровами и древесиной. Отсюда начиналась прямая дорога в предгорный Крым и в столицу ханства – Бахчисарай. Построенные в конце XV века ворота простояли более 400 лет, выдержав многочисленные атаки запорожских казаков и русско-турецкие воины. К сожалению, в сентябре 1959 года ворота были варварски разрушены практически полностью. Уцелели лишь фрагменты северной стены и фундамента. В 2003 году по инициативе наследства предпринимателей-меценатов начался процесс восстановления Латунбазархапуса. В результате четырехлетней работы историков, археологов, архитекторов ворота снова стали неотъемлемым символом старого города, исторической части, сохранившей типичную седневековую планировку. Сегодня в этих путаных улочках город хранит сокровища своей многовековой истории, среди которых и настоящая жемчужина кесле – соборная мечеть Ханчанни. Это главная мечеть Крымского ханства. Она заложена в 1552 году по проекту великого турецкого архитектора Аджи Синан. Кроме главного храма, перед вами множество меньших по размеру квартальных мечетей, которые посещали жители соседних улочек. Строили эти мечети по принципу распространения звука, чтобы призывы буддинам полностью охватывали весь город. В период расцвета Кезлева насчитывалось 24 мечети. До наших дней, кроме Ханчанни, сохранились всего лишь две старинные мечети. Существовали в городе и другие храмы – армянская и греческая церкви северо-восточных пригородов Кезлева. Это был золотой век межнационального согласия и толерантности в Крыму. В истории ханства мы не находим упоминания об этнических и религиозных конфликтах между его жителями. Среди других сохранившихся памятников Средневековья уникальный ансамбль «Тихие дербиши» конца XV века и комплекс турецких бань. Чтобы узнать частью какой страны был Кезлев, посмотрите на другие экспонаты этого зала. На стенах музея две бычьи школы. На первой из них – копия карты Крымского ханства 1700 года. Созданная в 1441 году ханом Каджи Кираем, к XVIII веку это государство достигло своих наибольших размеров. Напротив карты еще одна шкура с изображением этно-генеалогического древа крымских татар. Современные этнологи выделяют три основные версии крымских татар – южнобережные, горных и степны. Каждая из них имеет свои отличия во внешнем облике и свой собственный, характерный для определенного региона, диалект. Крону дерева украшают многочисленные знаки, называемые татар. Изначально появившись как клеймант для скота, со временем они трансформировались в родовые геральдические знаки. Гербы самых влиятельных родов вы можете увидеть на знаменах до северной стены зала, в том числе золотую тангу на Синепоне, герб хамской династии Герай, правившим более 300 лет. Этнографический уголок знакомит нас с бытом русско-татарского народа, национальной одеждой и предметами интерьера. Особого внимания заслуживает свадебное зеленое платье 1898 года. Его манжеты вышиты настоящими золотыми нитями вручную. Традиционный интерьер был простым, приземлистым, а предметов мебели немного. Среди причин, которые влияли на обустройство быта, немаловажную роль играла религия. Согласно ее канонам, материальные ценности еда должны быть второстепенны. Религия, определяя устои, давала и дает каждому любовь к своим родителям, к семье, к земле своих предков. Ведь самое ценное, что мы можем оставить в наследство своим потомкам, это корни и крылья. Суба, как ты, да... Как пахнет Родина, сухой травинкой, запутавшейся в лосах ребенка, Сосновой век, горячей полынной или разлукой, сердце погребомой. Ковечен сын, кофе ароматным разбитым звонок, а в тоненькие чаши, Дах чая, меднавелок, душистый мятый. Сегодняшнюю янью сном, чевашей, И скучим криком чайки одинокой, И четверда красотой смешан, Старинной песней, музыкой дает, Нет, пахнет моя Родина, натишной. И четверда красотой смешан, Жена зелена, натишной. Дай, trees... Пахнет моя Родина, натишнюю янальность, Как не сдай, А после пыта карта парашинка мяча equalнянная. И все это как животные, И сухой енкуlife, Дай, ткань кофе ароманским. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И мы хотели протянуть руку и сказать «Смотрите, мы такие же, как вы, это наша земля, это земля наших предков И ничего не мешало людям, живя в ладу с самими собой, жить в маленьких домиках И понимать, что самый главный комфорт – это комфорт в душе Они умирали. Почему вот у нас, например, по нашим канонам белое платье свадебное невозможно, хотя сейчас, конечно, все шьют, потому что белое одевала женщина только переходя в детородный период, когда она уже не могла родить, она могла одеть белое, потому что ее помыслы были больше о семье, о детях, ну и не о земных утехах Мужчина, когда шел на похороны, об исламе одевают белое, потому что сегодня он видит старик ушел, завтра молодой человек, послезавтра ребенок, и он должен понять, что он каждый раз должен быть готов ответить за то, как он прожил эту жизнь И мы, собственно говоря, вот это обо всем рассказывая, показывая, хотим людей пригласить быть нашими друзьями, а болевые точки, которых очень много, и поэтому наши поэты писали так, как писали Мы их оставляем для тех, кому хочется поглубже уснуть, да, потому что, когда начинаешь говорить, что вот нас там выслали, и каждый второй умер, все начинают говорить, ой, а у меня дедушка, а у меня прабабушка, а у меня кого-то, кого-то, кого-то Ну, глобально в национальном масштабе, это, конечно, тогда было 12, 11 народов, или 13, по некоторым данным, которых депортировали И мы вот потеряли, даже когда мы занялись глубоко кофе, мне брат говорит, ну надо, ну мы уже разучились пить хороший кофе Он мне говорит, я говорю, ты что, мне предлагаешь миджлист по кофе сделать? Он говорит, ты понимаешь, вот период НЭПа, когда пошло сильное обнищание, вот это, говорит, люди перестали пить кофе, потому что не было денег, а потом Средней Азии У нас вот эта связь прервалась, и мы вроде как кофе пьем, вроде джентльменский набор, когда куда-то идешь, несем, но разбираться в нем глубоко, как раньше, мы не разбираемся И нам надо вернуться еще глубже, чтобы начать пытаться в этом разбираться Но мы на самом комплексе, я когда-то нашла слова, которые мы взяли, мы их перефразировали А они звучат, наш девиз словесный звучит, позвольте нам стать частью ваших воспоминаний Воспоминания, они же не требуют суеты, не требуют неспешности, заглянуть в глаза И мы никого не просим, мы просто даем то, что есть, и каждый уносит что-то Кто-то там улыбку девушку из подопущенных, я им говорю, на 20, на 32 зубы не улыбайте Восток дело тонкое, глаза должны быть слегка подопущены Вы должны улыбаться деликатно, как женщины, хотя женщины у нас сейчас, знаете, матриархат присутствует, но в них нам надо растить все-таки мягкость какую-то Вот, и одежда, которую они одевают, это когда волосы не должны выглядывать, когда ты готовишь, кушаешь, чтобы ничто, ничего не упало в еду, которую ты готовишь Она была у наших стариков, и мы где-то по наитию это ищем, а где-то, может быть, специально к этому ведем Потому что вот язык мой, например, свой, к сожалению, почти на грани исчезновения наш язык И мне отец каждый раз говорит, о-о-о-о Он на татарском мне говорит Татар че лафет мисен? Если ты не разговариваешь, как твои внуки будут, тут уже бабушка, уже хватит, уже разговаривай нас А это надо в голове переводить с одного языка на другое А еще вот эти браки разнодиалектные, там так говорят, тут так говорят И нам сейчас, вот нашему поколению, надо так активизировать, чтобы этот язык сохранить Его очень сложно сохранить И сейчас это труд А трудиться же никто не любит, да? Ну мы сами, ну мы так все успокаиваем, что мы там Селя, Маликам Хошкин нас говорит, что там у нас может быть русская девочка написана Анюта А она говорит наши блюда, я такой мосточек в другую культуру Но самим себя заставить работать над собой еще сложнее Ну в общем, идем, спускаемся, все, группа у нас внизу, мы поговорим